Ну, давайте запишем, наверное, финальное видео про наших щенков. Я вам расскажу удивительную историю, немного трагичную, про щеночков. Всего у нас родилось 9 щенков, и одна девочка, которая родилась третьей, она была маленького размера, плохо дышала, не хотела дышать, не хотела есть, но потом стала дышать, кушать. И вот прошли сутки, собака со своими щенками была в одной комнате, я спал в другой комнате, дверь была у меня закрыта. Я проснулся от того, что слышу, что за дверью собака плачет. Я открываю дверь, смотрю, что в зубах у собаки щенок. И я сильно удивился, что такое, что произошло. Вижу, что щенку плохо, я посмотрел, взял щенка у нее изо рта, и щенок, вижу, что уже мертвый. То есть, что мы можем, какой вывод сделать? Что собака лежала со своими щенками и поняла, что одному из щенков плохо. Может быть, что даже он уже умер. И она поняла, что ничего сделать не может, и принесла своего щенка, ну, своему хозяину. Типа, хозяин, помогай, я сама справиться не могу, и помоги, спаси щеночка. Вот такая умная собака. Хочу сказать, что стафаршинские терьеры, это очень умные, легко поддающиеся дрессировке собаки. Они очень преданные своему хозяину. Очень любят людей. Но требуют, конечно, воспитания, чтобы собака не стала вас потом строить. Вообще, то есть, это лучшая порода для проживания в квартире, я считаю. Она неприхотливая, с ней интересно. То есть, она как бы недорога в содержании. Мы свою собаку кормим сухим кормом. Вот так вот. И эти собаки, их называют собаки-компаньоны. Они все любят делать с людьми. Играть, гулять, ездить на машине. Все делать с людьми. И если вы будете куда-то уходить на работу, например, оставляя собаку дома, у собаки будут очень грустные глаза. То есть, если выбираете собаку, выбирайте стафаршинского терьера. Вы не пожалеете. Это будет прекрасный друг и компаньон. И не забывайте, что выбирая собаку, вы получаете потом нового члена семьи. И от него ни при каких обстоятельствах нельзя отказаться.